наше утро началось не поверите чего опять свои книги мы решили здесь все выкупить два пакета опять затарили но невозможно здесь не покупать вроде лир это подросла но тем не менее за все вот это у нас вышло 1000 лир это 6000 рублей на по сегодняшнему курсу то чуть позже я вам да могло быть четыре совсем недавно несколько дней назад мы все равно здесь столько всего мы купили чуть позже покажу вот мы и дома настика сейчас расскажет что мы закупили третий подход это уже дать или четвертый книги перед отъездом мы решили тоже сходить уже на прощание и купить ну и еще немножко шмоточек понятно что целый а я равно в принципе не чем дым наверное но выбор классные и велира все равно что мы купили детям носки носки покупали все кстати вообще месяц или два назад тоже огромную пачку но мальчишки это все ушатали очень быстро на детях у нас вообще одежда горит как самое прикольное что мы купили не рожки на вырос вот такие вот всякие годики красивой какие большие то слушать мамка перепутала то слишком большой причем это органический хлопок что же дать формата кого ты чем-то наш любимый в россии здесь он тоже кстати есть так вайкики такие бодики тоже на мирончика и сейчас сразу еще что на мирончика мы купили и вот такой да не нормально ему будет вообще классно как набор еще прям вот тут прям шапочка бодик штанишки и слип такой классный получается набор вот этот весь всего стоит 600 рублей 100 рублей салфетки детки то что малышу мы купили детские салфетки нам вообще не очень-очень понравились зашли реально офигенные что мы купили на подарки мы купили еще таких же свитерков когда-то я мечтала о фотосессии в новогоднем стиле в свитерах потому что у нас слава может прикрепить фоточки какие мы делали фотосессии у нас были нарядные в джинсах у нас были в новогодних пижамах с хрюшками то есть у нас таких только не было но у нас никогда не было в новогодних вот таких вот оленеватых свитерах но вы себе купили вы уже видели в предыдущих выпусках а этому купили родителям мы хотим их загнать фотостудию и сделать семейную это папе это маме славиной сделать семейную фотосессию с внуками в одинаковых кофтах я думаю будет такая классная память у детей у родителей и это мы купили еще славкины племяшки мне кажется большеватая точно девочка крупненькая но мы решили запасом взять полутора ей годиком и взяли полутора ну ничего ничего на девяносто постираем и она купили мальчишкам штанишки это какие размеры даже хватали как напуганные я почему я же смотрел 4556 прям нормальный штанов не бывает мало дали он что ног много не бывает до штаны это скажет то что нам всегда нужно колени рвем это вообще отдельная рубрика могла бы быть не знаю а ну и купили джинсики всем смотрите мальчишкам джинсики обычные синие джинсики штанов много не бывает вот в комментариях можете написать вот сколько бы у нас в россии вот за вот это вот все бы вышло денег мне кажется далеко не 6 ты за погодка сегодня испортилась пока шли с магазином даже попали под небольшой морси такое да все видимо вот такая зима будет с переменным как говорится просветом дождливая но минус конечно если есть снег ты хотя бы можешь выйти на улицу но когда льет дождь то как бы никуда толком и не выйдешь такую зиму мы переживали когда зимовали в сочи и я тогда сказал что и сочи нужно уезжать февраль-март конечно лучше покидать это место потому что постоянные дожди сильные ветра и там по сути делать нечего на обед сегодня готовим обычно наш любимый суп картошка морковка лук мясо хочу показать вам по поводу мяса немножко рассказать здесь есть мясной магазин прям возле нас мы в этот раз купили фарш и что здорово что они при тебе ты подходишь заказываешь они при тебе отрезают кусок говядины запускают мясорубку и при тебе это все дело делают вот здесь вот 660 грамм обошлось это 360 рублей сучку варится сейчас написал хозяин этой квартиры игре будет будете ли мы через час дом я говорю будем мы типа сейчас это просто придем покажем квартиру новым людям которые будут сюда заезжать я конечно не совсем понимаю нормально ли это делать просто у нас здесь будет где-то что-то лежит так далее то подобное ну ладно я говорю сап приходите объелись переходил хозяин привел двух женщин посмотрели они квартиру это буквально знаете так две минуты но у нас в этой квартире хозяина нормальные поэтому не стал против заодно обсудил с ним коммуналку нам нужно здесь будет заплатить за свет за воду вот но он горит обычно за месяц выходят примерно 6 тыс но типа горит 2000 накинь мне играет ладно типа не буду больше в россии игры ну и покажу что мы реально в турции у вас тебя там снег валит а хочешь я тебе еще хуже покажу что у нас знаешь что мои солнышко светит у нас тут хорошо в турции а у нас зима ну мы хорошо скажи что ты приедешь через несколько дней мы через четыре дня к тебе приедем это история о том что вот мы много ездили и кто-то говорит что типа вот а как же друзья так вот наши дети знакомятся со всеми общаются и вот так вот мы ездим они вот так созваниваются по видеосвязи вот в одном из путешествий Артем с Родионом познакомились с дружком и вот он сейчас сам набрал на нас телефон по видеосвязи вот общаются обсуждают у кого какая погода барбар шоп где стригся и стриг мальчишек у нас посмотрите как круто распогодилось вышло солнышко и мы стартанули на морюшко ведь когда мы будем еще на средиземочке непонятно поэтому не нужно сейчас сидеть там дома бежим к морю посмотрим на волны покладно конечно периодически ветерочек дует вот бывает поэтому детям выходили шапки одели на солнце вышли шапки сняли сейчас вот на солнце идем можно уже и куртки снимать слышите как громко вот начали к пляжу подходить резко вот включилась молитва из мечети и так громко что Мирон аж подпрыгнул вот да я не скажу что это минус да это просто нам непривычно да мы же как бы из другого государства у нас такого нету и вообще по первости я помню первый раз когда даже мы были в Турции когда включилась молитва я вообще покутал думаю как что это что такое думаю какая-то сирена тревога вот и сейчас периодически мы конечно тоже вздрагиваем особенно когда рядом оказываемся люди которые снимают квартиры вот прям рядом с мечетями я не представляю как им дается там жизни но я бы не стал потому что они же и рано утром и поздно вечером и в течение дня и конечно если ты как говорится не в теме то ты вряд ли этой истории поймешь пытаюсь снова уложить Мирона хочу вам показать видите вот в доме на балконах печки стоят здесь очень много таких домов таких квартир где на балконе стоит печь прикиньте никуда идти не надо на на балконе взял шик-жик шашлычок-машлычок и красота все ничего но здесь очень сильно не нравится что прекрасная набережная прекрасный вид на море ты гуляешь но постоянный вот этот гул от машин он конечно безумно раздражает и даже если взять эту первую линию да здесь снимать квартиру как бы да прикольно но первый минус это конечно повышенная влажность но как бы когда ты приезжаешь в отпуск ничего страшно я про постоянку говорю ну а даже если ты живешь в отпуске прикиньте у вас постоянный вот этот гул трафика где машины летают 90 110 бесконечная бесконечная прямая дорога у меня такие не получилось уложить мирончика он сказал папа я спать не буду я хочу гулять я хочу гулять и тоже любоваться морем дай вместе с вами вот пацаны сегодня днем я говорю пошли гулять пошли гулять гулять не хотели до гулять не хотели а на море здорово дай чё хотели так вот мы и сидим на море ну до моря же надо идти там мы сделаем дверь там у нас были квартиры с диваном песочным как это мы сделаем бассейн как индонезийцы до видосы снимают да сейчас пойду закажу чаёчек традиционным здесь всегда покупаем чай 10 лир стоит моя семья растет и постоянно короче деньги умножаются ну траты точнее умножаются вот раньше мы приходили пили даже когда приехали мы пили только два чая но с нас никогда брали себе и насеньки то сейчас пацаны распробовали его это же постоянно стали просить и вот сейчас уже заказал 4 чая учитывая что здесь он мы когда я первый раз здесь брали он был 7 лир теперь он по 10 лир и когда мы здесь так приехали он лира была 41 то сейчас она 62 соответственно расходы наши растут покажу вам морюшка кайфуйте через экраны я надеюсь вам все передается вы заряжаетесь мотивируетесь на поездке я очень надеюсь что у нас это получается мы конечно на самом деле через свои выпуски сами-то мотивируемся тоже что-то пересматриваем чтобы смотрим заново и говорим так а давай туда а давай сюда и пахмутлар бетонные пляжи здесь знаменитый на которых можно ох как убиться кстати вот они были без водорослей а вот сейчас водорослях все и безумно скользкие да вот сейчас на них идти опасно но интересный момент есть такой в этих камнях то что образуются вот такие бассейны и в бассейнах вода естественно теплее вода кстати общей теплая вот свежая залетела сюда дать попробуем воду опа да вода теплая градуса 22 а может даже больше не 22 я когда купался была вода 20 градусов сейчас вот прям чувствуется что она теплее единственное что на улице конечно похолодало вот ведь как они торчат булыжники когда накатывает сильная волна то волны уходят а ну вот она ли не идет я думаю вам это видно вот туда они доходят и сегодня в принципе походу они доходят и кусок мокрый и вот это весь бетон он получается закрыт я постоянно в этом говорю если вдруг вы приедете в турцию в махмутлар не вздумайте делать так что вы возьмете такие голодные морем да и побежите в море потому что скорее всего волна если будет да она будет заходить до сюда белая пена и вы этого не увидите представьте вот вы бежите 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 и просто вот здесь вот вы запинаете падаете просто произойдет ужас 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 еще раз ужас мне очень много ребят написал и в комментариях и в директ что слава если будешь купаться очень аккуратно я конечно видел бетонные плиты у других ребят но я даже подумать не мог что это настолько безобразно но хотя это это природа она сама решила здесь что были плиты значит они будут вот пока их никуда не смыло как будто бы я не знаю как будто бы искусственно создали вот тут вода вот в этом бассейне вообще парное молоко вот здесь можно ложиться и принимать морскую ванну вообще потрясающе как же здорово а да это море конечно не наше любимое черное море я конечно считаю так что вообще плохого моря не бывает море это всегда здорово это всегда классно на море нужно приезжать я много раз говорю постоянно повторяю что не обязательно на море приезжать летом если будете приезжать в межсезонье отчасти вы даже кайфанете больше потому что посмотрите разве это не прекрасно вообще никого нет вообще почти никого ну он там подальше в этих бетонах здесь пусто там но тоже немножко людей мы сидим вот тут на лежачках и все и это же настолько здорово вот я не знаю мы нашей семьей очень сильно любим путешествовать в межсезонье рассмотреть что творится волна почти меня накрыла а если лето брать то это какой-то вот отдых в диких местах мы стараемся находить скажу больше мы даже когда по сочи ездили по нашему берегу мы там тоже находили дикие места и они там есть где как говорится не ступала нога человека и там классно там классно можно отдыхать особенно с палаткой мы это дело любим у наших зрителей подписчиков тоже есть таких достаточно людей которые любят палатку любят кемпинги также как и мы вот ведь как полны накатывают не единственное интересно я не проверял не рискнул докуда идут все эти бетоны я вижу как будто бы там знаете резкий такой обрыв происходит через квадрокоптер сколько летал тоже не видно видите хоп и такая как будто ступень там образуется так вон мои сидят сейчас чаечек принесем попьем вообще вот сейчас после обеда распогодилось что конечно хочется уже и жилетку снять и кофту снять вон дети у меня вообще разделись уже без курток играют конечно сейчас вот прям тепло можно было бы конечно даже искупаться но надо подумать очень хорошо мирончик между прочим сообразил кайф моря этот шум я вот его так беру на руки и мы с ним стоим вот просто и залипаем под шум море и когда вала до наших ног накатываются доход так голову наклоняет и смотрит попадет она на нас или не попадет там он мальчишки притащили водоросли кстати сегодня водоросли нам или я так смотрю воде тоже они все такие они не как например в анапе дай как в оленевке вот в оленевке такие же только белые непротивные вот вот так вот можешь сказать и мальчишки где-то целую гору собрали нам принесли уже чай настенька вот пьет уже чаечек вот так вот эти как с видом на морюшка на солнышко кайфует мальчишки понятно и настенька с чаёчком кстати вот если за лежаки есть вопросы то вот мы приходим как-то бесплатно всегда садимся нас не выгоняет никто ничего не говорит все будем на чаёвничать чай допили лежим теперь просто чилим солнышко спряталась сразу нужно курточки одевать это на уходит все ветер с морем отдувает такой северный сейчас здесь в море купалась одна мадам минут десять наверное я часто здесь инстаграма привет уж поснимал море теплое градусов 20 точно есть еще волны нет как вообще конечно здорово ну и сейчас наверное пляж начнет забиваться я вот смотрю люди уже подходят побольше побольше потому что скоро закат и закат сегодня будет красивый надеюсь мы дождемся мальчишки у нас зале прошлись по пляжу собрали полное ведро мусора ну короче не успел вам показать вот губки салфетки это все собрали они правда настика их немножко ругала что нужно это делать в перчатках обязательно а в целом да они конечно же тоже за чистоту природе мусорить нельзя ни в том случае если приходите куда-либо то конечно нужно обязательно уносить все за собой мусорку мы решили не ждать закат вот пойти домой купить мороженку посмотреть какой-нибудь вечерочком фильм так что сегодня друзья мои без заката хотя вон там в горах уже можно увидеть солнышко освещает да и у нас почти уже все вот они уже лучики даже но мы пойдем все-таки домой ужин готовить пересмотреть мороженку лопать и спать ложиться мы на обратном пути зашли вот сувенирный магазин здесь пацанам подарили такие браслеты на руку вот а мирончику мы купили глаз покажи какой глаз а то он вот магнит радиончику магнит он потерял у нас вот поэтому глазик вообще мы хотели купить тарелку типа с берегом анталийским в итоге ну не было а те которые были стоят сколько долларов 17 долларов она их переводит короче в лиры но получается к 1000 рублей тарелка ну чё-то 1275 тарелка ну маленькая тарелка как у нас дома с крыма стоит то что мы типа весь берег проехали вот сюда да очень много такая туристическая палатка зашли еще в продуктовый магазин купили шоколадку вкусное мороженое сейчас включим фильм будем смотреть я как и говорил что сегодня будет потрясающий закат солнце еще будет наверно минут 20 висеть в воздухе потом начнет падать и раскрасит потом вот эти все облака прекрасными цветами ну и конечно горы тоже раскрасит мы зашли магазин купили на ужин будем сегодня готовить макароны по-флотски кстати то будет турции вот эти макароны они вкусные и ничем не уступают барилла но стоит гораздо дешевле далее мы купили мороженое несколько штук такие они называются magnum mini очень хотели попробовать вот наконец-то взяли купили очень вкусный шоколад турецкий улкер называется четыре вкуса взяли белый темный все свисташками кстати свисташками шоколад дороже вот и молочный как всегда мы берем здесь бородинский хлеб посмотрите уже какие горы красные я вот выбежал снова на улицу я считаю что этот закат нельзя пропустить поэтому я бегу снова к морю чтобы полюбоваться и конечно же вам показать только посмотрите как там все красиво все красное такое в общем короче я ускоряюсь быстрее бежим слушайте давно не видел таких красок это что-то невероятно вот камера все равно не передаст максимально эти цветами но в реале это смотрится просто невероятно сейчас посмотрим что будет сейчас я добегу до пляжа там конечно картинка будет гораздо лучше поставлю на таймпласт и всего вам обязательно покажу я не успеваю уже на часах сорок одна минута в сорок одну минуту как раз начинается закат как же окончательно показать вам с моря я добежал вы слышите обидно досадно вы только посмотрите на эти краски солнце вот-вот вот только что упало быстрее сколько людей пришло на закат ну и самое главное что оставляет после себя солнце даже просто нереально да кайф я так старался успеть на этот закат вам его показать но чуть не получилось но показал как говорится остатки я очень надеюсь что остатки вам тоже понравились ну посмотрим на закат в другом выпуске я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока